всем привет меня зовут виктор это вторая часть обзора по серверу ссср новая жизнь да я выяснил что это именно сервер ссср и это новая жизнь прошлой серии закончилась тем что рестарт подкрался незаметно меня просто выкинуло вот и все а сегодня продолжим в беседе вчера с одним из игроков я понял что нам нужно добраться до кармановки он сегодня соответственно это все и проделаем только для начала сейчас нужно будет доесть на поесть присытиться то есть собачьих консерв поспать восстановить бодрость нужно и как-то мне еще нужно с собой этот рюкзак захватить только вот как я не могу придумать он у меня никуда из того что есть не помещается так сколько ты слотов вообще занимаешь 7 1 2 3 4 5 7 на 1 2 3 4 5 6 7 на 8 7 на 8 ты занимаешь а ты сколько занимаешь слотов 6 на 8 до а ты 6 на 8 занимаешь то есть вот ты вот сюда вот принципе сможешь вместиться но я не могу убрать тебя в тебя потому что ты потому что ты потому что это противоречит законом физики тут это 9 а вот этот тут еще нравится он ширину 10 если до пушка она вот так вот не влазит ее просто некуда вот так вот влазит вот это но не вот это поэтому придется как-то что-то придумывать чтобы сюда воткнуть эту пушку а с другой стороны я не знаю стоит ли мне вообще эту пушку тащить с собой рюкзак этот стоит ли мне вообще с собой тащить нужен ли он мне вот чудо чудо новых серваков ты как бы ты вроде как этот первый раз в дейс потому что не знаешь а что тебе вообще пригодится да хотя тут понятно что мне вот этот вот фонарь просто батарейка вот это вот просроченная на мне не пригодится что это я вот теперь могу сюда спокойно убрать и здесь еще есть целый ряд под что-то под что-то прицел оружейный я могу продать так а тебя я могу одеть а плюс тут у у меня же еще есть деньги которые тоже уберутся ладно давай сейчас посплю пока а все он глазки закрывай бою байда потому что нам будет потихонечку восстанавливаться это все да долго долго очень долго так я вот думаю на плече у меня одета две винтовки одно я точно не могу продать и там есть еще свдх а если я могу продать свдху то тогда я здоровую винтовку одену себе на плечо сейчас мы это проверим смогу ли я продать свд или не смогу восстановится ли у меня сейчас днем то что я сплю полностью моя бодрость или она восстановится только до определенного процента потому что не хочется нажмите бежать и в поле просто это уснуть просто уснуть в поле вообще неохота а то там произойдет как раз стоить из хищников на меня захочет напасть и и все а мне же вчера сказали что вот это которая с кушаком они стреляют одинаковым калибром они калибром одинаковым стреляют и она неубиваемая и она неубиваемая пушка а какая-то там 14 или м м 14 или какая-то м 18 ладно сейчас у меня он проснется этот человечек ну чё до фулки мне осталось 25 процентов вот сейчас и узнаем до 75 или до 100 можно нет нет все нет все 75 только 75 вот в с дыха мне конечно везде нравится пушка но вот это вот м 14 рейнджер да и по на неубиваемая так а с тебе надо прицел снять так из греху я продал так из греху я продал тогда смысла нету на из греху обоим и таскать с собой тоже надо продать да елки-палки так 919 продать так это продать продать так 545 на 39 и 556 оставить надо и плюс на пистолет на 45 до 100 лет у меня есть пистолет да вам есть так пасово продаем оружие продаем продаем тебя продаем магазин кольт нет это оставляем это продать это продать это оставить это продать оставить 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 так теперь тебя можно ли тебя здесь продать а нет капец блин капец тебя продать нельзя вепрь как понять какое к веплю подходит обойма кстати вот так можно понять на 40 до уже если сейчас куплю к тебе на 40 обойму такую то в принципе мне уже он тот вот калашик на циферке один уже не нужен становится ты мне уже не нужно становишься сейчас и 5 645 патронов куплю обалдеть наверно все таки пока я тебя оставлю по причине того что патронов просто мало по причине того что просто мало патронов вот так вот Продолжение следует... Так, собачий консерв еще егнем. Так, кастет точно сюда пойдет. Битва. Дымовые гранаты же мне тоже не нужны. Так, 1615 я это значит, что могу еще купить коробку. Вот поскольку вы продаетесь? Один патрон стоит 110 рублей, да? Ну, значит коробку выгоднее брать. Выгоднее брать коробку получается, что один патрон 110 это несерьезно. 20 патронов это 2200. Вообще несерьезно. Ладно, биту пока оставлю для ближнего боя. Ну что, направимся тогда в Кармановку. Насколько можно было выспаться, выспались. Поглядим. Поглядим, что это за Кармановка, с чем ее едят. Маршрут довольно насыщенный. Будет... Довольно насыщенный должен получиться маршрут, потому что здесь... Ну, военка только будет новый лук, острый милитари. Так, тогда, наверное, я сразу маркер хотя бы на новый лук, на военку поставлю. Чтобы туда бежать. Чтобы туда бежать. Домо? Да. Домо бы что! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ни на одном Дома открыты Похоже, кто-то активно тут лутает Несмотря на то, что народу на сервере немного Лутают здесь, похоже, активно Так, где мой нож еще, кстати Блин, я что-то... Давай еще... А вот... По нож я еще Просрал... Надо сразу съедать Я не сторонник того, чтобы, блин... Еду... Таскать в карманах Таскать в карманах Туда должна быть съедена Все, что можно съедено Все, что можно выпить, выпито И чтобы... Всем... Было... Чудесненько ... Вот... Аå... Продолжение следует... 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 возможно здесь я даже реально на фармсе на тачку не знаю сколько выпусков будет записано возможно здесь возле кармановки имеет смысл обитать в районе кармановки ходить там на тисы еще на какие-то там город лутать троицкая 1 дмитровская это тоже не ближний свет и все же раз там получается самый большой находится трейд можно все продать и все купить скорее всего обитать придется в том в том районе а вот уже незаметно и пройдено 4 километра пока здесь кстати да я не помню проверял я или нет система маркеров но здесь есть система маркеров и 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 это не слышно оленей непонятно мне почему их не слышно а Продолжение следует... 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 Эники, Бники, Ели, Вареники. К-74, ну ты тоже без обоймы, да? Ты же тоже без обоймы? Вот, блин, это 7. А выглядят как 5.45, ППХ, вот это всё. Меня больше интересуют патроны. Так, оружейка, о, отток, 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 отток. На что я тебя и могу приотточить, приотточить, на что я тебя могу. Не знаю. Да? Вот я не знаю, на что я могу тебя поставить. Сюда ты не поставишься. Сюда поставиться может отток? Ну, если может поставить... Серьёзно? Ё-моё. Так, ты мне ещё больше, всё ещё больше и больше начинаешь нравиться. Так, это... Не хочу и пушку брать никакую. Подожди, может быть, всё-таки калашик вот сюда вместится? Вертикально, если я его попробую запиндюрить. Подожди, вот у этого заражённого что-то... Ага, ету заныкать хотел собака. А, нет, вертикально он не входит вот сюда. Сюда он тоже не входит, сюда нет. А здесь некуда. Ну, всё, калаш, не твой сегодня день. Не твой сегодня день. Не твой сегодня день. А, так, теперь проверим тогда аэропорт. Проверим аэропорт. Что вообще в аэропорту из медицины есть? Там чё-нибудь нет? Потом ещё тоже на военку туда забежим. Острый милитарь. С расчётом на то, что на нас нападут волки. Только нахера мне это надо, да? Спросите вы. И я вам не отвечу. И я вам не отвечу. Зачем я таскаю с собой карту? Ну, если карта и так есть без карты здесь, то с целью продать. И молоток нет. Стройлук не берём. Стройлук не берём. Спросите вы. Вот. как надо это надо здесь проверить даже еду удалось найти ходит пенсионер какой-то еще одна карта ну 2 мне не нужно продать мне и 1 хватит посмотреть сколько что стоит мне хватит и 1 компас и за коробкой ружейных патронов до стоило подняться же коробка ружейных патронов погнали погнали тогда не давай без вот этих полетов полеты нам нафиг не нужны и 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 я уж точно туда не успею это вчера как я там стартанул я в том районе носился может быть еще бы и успел хотя еще там непонятно где там на алькотрассе это приземлилась темнеет за окном темнеет 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 так включаем пнвху пнвх работает тренога для костра осуда а у меня же рюкзак охотника там они этот не туристический тип или какой-то там рюкзак чтоб треногу для костра суда вешать полстовка чё тут нахер я не буду вас брать целях продажи получения прибыли до вас и брать не был ой ой такое показалось что что-то нам в этом шкафу лежит так ну в полицайку я заходить не буду по одной простой причине я примерно предполагаю что то можно найти либо церочка либо бы кошечка в общем ничего из того что мне представляет интерес ничего поэтому а ёптать у меня же батарейки нету я думаю что мне пора за это ничего не сигналит включал же батарейки да нету забыл уже опять уже забыл что батарейки нет а 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 то вижу там это какое-то интересное строение и и не одно кстати интересное строение то есть красностав он переделанный красностав переделанный и неизвестность лучше самое вот что самое а ну вон там я вижу палатки то что я должен был увидеть но помимо этого есть еще и казармы а тут как что в этих казармах лежит что-нибудь спавнится нет тут одни то есть ну суть этой казармы тогда для чего суть этой казармы какая набор для переливашки так как бы такое себе там курица ходит так фильтр кадеин у меня есть так лекарство возьмем хотя кадын ты же распиратор костюма в хим зоны я тоже соваться не собираюсь хотя комплект для сбора крови курица забавилась походу комплект для сбора крови набор для переливания я возьму сейчас его только опять найти надо будет да кадын еще кадын соберем тебя а вот на на до набор для переливания я сделаю себе этот ну это обычный деревенский этот сходит мачо макбинский обычный деревенский мачо так а чё тетрик чего-нибудь такое нема да так активашка возьмем а вот еще бинтик есть кстати хз в плане бинтов она еще проверим давай возьмем бинт возьмем активированный уголь ой бинт блин этот фильтр и нельзя нельзя все проверить механика работает ли это пакет физика вот эти вот военные объекты они они как дополнение или что-то все-таки в них может заспавниться непонятно потому что куча дополнительных каких-то палаток стоит всего и на болотах я такие дополнительные лутал палатки и ничего там не нашел сейчас вот тут проверим кстати можно ли хулиган хулиган хоть что-то вообще может в них лежать скорее всего это для интерьера ну я не знаю потому что скорее всего это для интерьера чисто для интерьера этот стоит смотрит как я бью подругу или ты мне типа хотел сказать что она тебе не подруга топорик давай возьмем типа мне не подруга он думаю я остаюсь а сейчас я сейчас с ней закончу и все и да и это да типа он скажет типа ну а наш мини подруга и типа меня не тронут они тут то было короче он тоже попал ну нету тут ни хрена ни хрена ну ребят могу сделать предположить сейчас он еще вот эти вот проверим которые с дверками что-то здесь есть нет это чисто это чисто получается постройки для интерьера нихрена шички нихрена шички то даже патрона 22 калибра тут даже нету 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 даже патрона 22 калибра тут то есть вот видите сами то есть забегаю смотрю специально проверяю это чисто интерьерная штука знаете с другой стороны было бы возможно это не их не стали нагружать лутом по той причине что тогда это будет сказываться на работе карты наверно на работе сервера не на карте на сервере что он будет хуже просто работать поэтому лутом не стали нагружать вот в этих стандартных в контейнерах них на начата должно лежать ну да стандартных контейнерах стандартных контейнерах лежит вот еще батарейка это как раз мне для рации а вот по моему расцвело и по моему уже давно а вот в этих как бы знаешь как бы как бы мне не хотелось но тут нету лута это не моя придумка вы все видите сами на видео что здесь просто нет лута то есть это такой прям полноценный аэродром аэродром взлет со взлетной полосой со зданиями со всеми этими но там где лута не предусмотрено его там нет что же бежим тогда в эту в острый милитари и классно и классно с одной стороны то это безусловно классно это какое-то разнообразие вносит при привычную карту черноруси ты не просто прибегаешь и видишь то есть вот эти вот там 9 палаток или сколько их тут 10 там да а ты хотя бы что-то еще постройки здания видишь из и в ту же очередь надо понимать что в этих постройках ты ничего найти не можешь а может быть и можешь знаешь возможно там разлин в пятилетку лежит какой-то сочный лут и ты вот проверяя постоянно и один раз не проверив ты пройдешь мимо этого сочного лута ну тоже вот так вот на эти как бы хер пойми скорее всего я думаю что там ничего не в пятилетку не раз в эпоху учет там не лежит ничегошеньки там не лежит так ты у меня пойдешь на цифру 6 вдруг это химка бахнется вдруг бахнется химка я хотя бы а у меня комплект из раствора есть тогда сорян с тобой нам не по пути у меня уже комплект из раствора есть уже и до кармановки осталось там два километра почему сейчас через до этой военки а там уже же у меня больше точно пожрать нечего и попить я же вроде несколько банок находил газировки нет а у меня есть таблетка как ты называешься забыл флорная сми лужу найдем из лужи попробуем воды набрать можно ли из лужи набрать воды здесь где-то а тут вот а ящик с припасами взломан а почему пинет кто-то ж доехал до туда во сколько кстати людей 9 я 10 а я 10 кстати у меня же под свд ху то я же патрон нашел я могу с ней давай проверим вы вошли на зараженную территорию ой и чё это значит вам повезло вы покинули зажженную территорию живым пока мне интересно я тут типа сдохну если или типа меня зомби он даже не попал ну либо то есть если меня зомби на этой территории ёбнет я заражусь заразюсь так я сейчас издалека отстреляю и зайду на эту территорию проверю ну сдохну так сдохну ёптать побегу заново блять берега до кармановки какая нахуй разница у меня по крайней мере есть кровь если что и кровь перелью и все крови ножку себе перелью из своих же запасиков давай подходи задолбал блять опиздал блять а 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 вы чё блять на зараженной территории глухие или или чё с вами или вы тупые на зараженной территории а блять нашел один где твоя мадам ходит блять так ну все давай перезарядимся сейчас проверим что такое за заражен ну конечно наверное надо было в дискорде почитать что такое зараженная территория да что она себя представляет но вроде как я читал и там это значит что если зомбах тебя на этой территории хера нет ты можешь заразиться но если я сам по себе сейчас тут сдохну что страшного ничего страшного хп у меня тут не отнимается да то есть хп не отнимается значит я типа как бы от этого не страдаю косик косик мне не нужен у меня такой же есть кольт кольт мне тоже не нужен потому что он у меня есть хотя давай на на кольт мы возьмем или я могу здесь какое-то количество времени потусоваться и потом после этого блять это в красностав опа кам прицел отток так а ты ну ты этими 762 на 39 стреляешь до какашками короче какашками кидаешься ну чё я могу тебе сказать кидайся дальше кидайся какашками дальше поздравляю тебя пп х не интересно так под кольт потом за пределами зараженной территории это все раза там с прицелом да и с собой мы кстати на 12 патронов так тогда тебя возьмем кто-то было без прицела я тут уже и нынешний из прицел с прицелом подсунули и патрона вдаль только я лишь бы взял его а подожди сбоках это 40 пятки а там один всего ну ладно возможно один патрон и зарешает разгрузка возможно один патрон и зарешает ну что я могу сказать то есть без противогаза без всякой хим защиты я был на зараженной территории я вышел оттуда во живым как это произошло и по какой причине и остался жив я вам не отвечу ибо ответа я не знаю когда че бежим до кармановки до кармановки топим а и а и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Знай, курица, ты жива? Потому что мне не было до тебя дела Здесь что-то тоже по новой, да? Как-то это... Ну, бля, если я на какую-то херню сунусь Опять же предупреждение высветится, да? Пвп-зону, ёбаный в рот Как так-то, блядь? А как я из неё выйти должен? Когда я из неё выйду теперь? То есть я, блядь, бежал-бежал И чё, на карте она не отмечена, да? Да и как Хм... Вот это вот интересно Пвп-зона где? Вон там за забором идёт или... Вышел я сейчас из пвп-зоны или не вышел? Как бы одно дело, когда меня ёбнут зомби А другое дело, когда меня ёбнут по незнанию игроки А здесь что такое? База какая-то? А, это, наверное, база Того челика, которым я вчера общался Ну, то есть я вам скажу, вариант с... Лутаться вокруг кармановки А, как бы, не это, не вариант Это не вариант, получается Пиздец, это Новодмитровск, оббегать! А я херею сколько что-то Расстояние-то Я думал, что здесь это только... Не только есть пвп-арена А здесь есть ещё и пвп-зоны Так, а чё, я уже до Турова, в принципе, тут... Недалеко Так, ну давай попробуем Туда вот приблизиться Ну, это всё идёт забор, и вот непонятно, блин, это... Карту я херово знаю Пвп-зона за забором Начинается, или чё? Так, ну, судя по всему, тут типа блокпост какой-то, да? Да, и... И тоже Пвп-зона, да? Так, ну, кажется... Да. Вот так вот. Продолжение следует... Да, уже похую. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, я теперь в безопасной зоне... Здесь ничего нету... Давай смотреть, что теперь есть... Рвочие перчатки... Что мы тут можем продать? Рейдовый рюкзак... 6 тысяч стоит, кстати... Донат магазин... И что... Подсумок... Тут еда... Медикаменты... Бинт могу только продать... Из того, что есть... Так, это оружие... Вот, оружие что-то... Уже поинтереснее... Кам... Каш... Это я могу продать за... 4500... 4500... Ну, что, безусловно, я и делаю... Кольт... Так, приклады... Прицелы... Так, коробка... Вас продать... Вас продать... Прицел отток... Ну, реально... Вот эта штука... Непонятная с... Так, так, что меня с прицелом... Нет, да... Ты не с прицелом... Тут миник... Так, а ты не подходишь... Сюда, скорее всего, топ бы подошел, да? Только я уже один продал... Молодчик... Ммм... Хе-хе-хе... Хе-хе-хе... Ну, да... Продать тут можно все... Подожди, получается, если... Так, а как тогда... Старый Яр... Скажем... Интересно... Кольт. Так, ты... Так, Кольт обычный. А вот обой монокамп. Так, это... 5,45, 39, 7,62, 39. Магаз, USG, один патрон достать. Продать. Кольт. Как не вовремя-то ты это... Со своим меня кто-нибудь слышит. Чисткое оружие. Давайте посмотрим, что есть. Так, холодное оружие, гранаты, мины. Старый собор умр 2 назад. Бандиты перерезали ему горло. Он защищал своих свинюшек от зомби и рейдов. Рейдеров. Выживших где-то в лесах. Его фирменные стейки были самыми вкусными на районе. Его свиньи еще в сарае. Боюсь, что они могут умереть с голоду. Они, если они уже не умерли от заражения или не были ограблены бандитами. Свиньи ограблены бандитами. Да. Ну, а почему пинет, да? ДВЛ. Отправляйся на ферму Иван. Она расположена по координатам. Централ собора. Освободи бедняжек. Дай им шанс на вживание. Тебе понадобится нож. А это что такое? 17 килограмм. Ни хера себе. 15 тысяч все стоит. Смотри-ка. Барретт. Вот этот нельзя Барретт купить. А у СВ-96 это взломщик. Типа походу, да? Называется. А на пятнашку все стоит. Слушай, что такое доступное оружие? Так это точно ПВЕ сервер? Я еще раз хочу что-то спросить. Это точно ПВЕ сервер или нет? Просто винтовки очень доступные получаются. Оружие очень доступное. Так, авторынок. А что на авторынке? Пожди, авторынок? Авторынок. Охота и рыбалка. Стеки с козлятины. Шкуры. Авторынок, да? А здесь это что? Смотри-ка, здесь совпадает. Так, топорик, отвертка, компас. Продать. Отмычка, отвертка. Топорик. Продать. Так, ну тебя я продам. Хотя я даже не знаю, стоит ли тебя продать или... Или тебя. Так, ты 4 килограмма. Ты вешаешь одинаково. Ты стреляешь в автоматическом режиме, я точно знаю. А вот в каком режиме стреляешь ты? У тебя глушитель установлен тут сразу по умолчанию. Написано полуавтомат. Режимы не переключаются. Так, давай посмотрим магазины под тебя. Так, тут непонятно. Не, ну написано, что магазин есть. Магазин. М-14 Рейнджер. Так, с патронами. Так, 308 под тебя идут, я знаю. Так, ну смотри, 308, да. Он показывает, что идут 308. Пожди, 308 это за одну штуку? Он столько стоит? А, нет, наверное. Коробка. 2,80, 308. Коробка стоит. А, это, наверное, десяток, да, получается? Ладно. Тогда магазины. Вот М-14. Магазин. А, К. Вот, ну есть для ВСД, надеюсь, патронов, по крайней мере, я знаю. Есть. А под М-14 какие магазины? Приклады, оптика. А, ТОК тоже такой недорогой. П-Б-Б-С. Штыки, фонари, боеприпасы. Медикаменты, продукты. А где я видел? Типа, донат. Клановый, клановый мультикам. Тропик. Черноватый. Зеленоватый. Пуст, на нашивке. Аксессуары. ОЗК. Грелка. Так, что такое? А, это торговец черный. Верхний модуль экзоскелета. Это то, что на мне, что ли, одето? А, нет, у меня просто экзоскелет. Повышение выносливости, переносимый вес. О, это уже по полтосу идет, стоит. Прикольно. Heavy Armor. Монолит. Тяжелая разгрузка. А вот она, это моя херня. По пятаку, да? Так, что у тебя еще есть? А, вот, смотри-ка, у тебя можно магазин на М14 купить. А что, почему вы двух видов? Слушай, он на 20 патронов, да, идет? За 4000 продать тебе можно. Починник. Стоит 100, продать за 5. АА12, это херня. Так, ну, надо десятку на тебя, а потом 308, да? А, прицел у меня тут стоит, отток. Так, тогда подожди, что я тут еще не продал? Я не продал еще рюкзак свой. Я не продал еще свой рюкзак. Так, давай еще вот. Вот эта надпись вообще не эта. Не в тему. Так, рейдовый рюкзак я продал, все хорошо. Так, боевой нож. Один боевой нож можно продать. Один боевой нож можно продать. Ну, он, сразу, полтинник стоит дорого. Дальше, я с тебя что, снял отток? Я с тебя снял, а прицел, да? Так, тебе я, наверное, вот сюда поставлю. А с тобой все-таки сейчас будем прощаться. Дальше, я снял отток. Так, 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 я снял отток. Продолжение следует... 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 Можешь туда пожрать. Можешь туда купить, пожрать, если хватит денег. Так, упакованная еда. А, ну денег хватит на пожрать, поэтому возьмём патронов 5.56 и всё. На чё хватит. Так, а у меня трассер, так, а трассер, она до скольки стакуется, интересно? До 20, да? А здесь 31. Ёпс, тудэй, да? Давай трассирующий возьмём. Купить. 41, вот, стаканулась. И теперь пожратвее что-нибудь купим. Поедим, да пойдём тогда. Аху летел, что тут сидеть, что ли? Тушёные бобы. Вот консервированный бекон возьмём. Купить. Консервированный бекон. И теперь надо выйти живыми отсюда. Теперь отсюда нужно выйти живыми. Так, а... Так, у меня стоит маркер. Вот сюда. Ну, пойдём, чё? Километр на выход. Чей-то грузовик стоит, да? Или нет? Непонятно. Просто в пвп-зоне человек на грузовике ездит. Как-то странно. Беги-беги, ёптит. Не останавливайся. Беги-беги! Беги-беги! Рестарт через 10 минут, окей. Рестарт через 10 минут, окей. Рестарт через 10 минут, окей. Он же сказал, что здесь люди все... Вы вошли в пвп-зону? Пиздец. Как понять, я, блядь, в пвп-зону вошёл? И как из неё выйти, блядь? И куда надо бежать, чтобы из неё выйти? За пределы забора или куда? Я ничего не понимаю. Вон там переезд, да? Переезд, переход. Вот, я просто хуй его знает, где тут пвп-зона, блядь. И тут не пройти, да? Охуенно тут забор придумали, поставили. А вот так. Как бы вышел я из пвп-зоны сейчас или в пвп-зоне нахожусь. Я вот этого не понимаю. То есть, вот сейчас я ёбну человека тут. А оказывается, что нельзя было, да? Или, возможно, я его замечу и не буду стрелять, потому что буду думать, что уже нельзя стрелять, а он меня стрельнет там, да? Ну, хотя, как-то странно, да? То есть, вот тут вот, тут же нету никакого этого ограждения. То есть, вот, скорее всего, пвп-зона это вот там. А здесь уже пвп-зоны нету. Давай до этого домика добежим. Ну, чё, я так понимаю, удачно. Ну, хотя бы на таком расстоянии пусть будет. Так, впереди ночь. Впереди ночь. Тогда давай мы сейчас к этой, к Польше. Кого-то ёбнули, что ли, там? Добегу до Ольша. Хуя там стреляют. А я только оттуда уе убежал. Так, ладно, сейчас. Сейчас пока там будет рестарт на Серваке, я почитаю Дискорд. Вот, чтобы понимать примерно про пвп-зоны здесь. Давай пробуем тебе, кстати. Нормально. Я доволен. Я доволен. Так, а спички я вообще нашёл, нет? Или я их продал? Или я их не находил? Если я просто лягу спать, как-то будет восстанавливаться. Или надо обязательно? А, ну оно восстанавливается, кстати. Не обязательно возле печки тогда спать, да? Так, ну что, давайте тогда на этом эту серию закончим. Всё равно сейчас там впереди рестарт, а уже продолжим в следующей части. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.